Доброе утро, дорогие друзья! Новая недельная глава. Новая глава, и мы завершаем практически книгу Шмот. Я расскажу завтра, если можно, что это такое. А сегодня о другом. Чем заканчивается предыдущая глава? Видеть меня сказал Бог Маше, можно только сзади. Рамбам формулирует такую аксиому иудаизма. Бог не является материальным телом. Маше желает понять, как любой человек, Творца, но Бог выше всех определений и понятий. И человек это только плоть, и он ограничен пространством, материей, временем. И он не может понять Творца так, как он хочет. Поэтому ему невозможно увидеть Творца, но нам дано понять его присутствие в этом мире. Увидеть Бога сзади. Увидеть Бога сзади, это означает, что анализируя прошедшие события в своей жизни, в мире, можно увидеть в них замысел Творца. Это единственная возможность для человека, путь познать своего Творца. Многие происходящие, что происходит в мире с нами, события какие-то, мы не понимаем их. Потому что у нас нет, у нас человеческий разум. А эти события часто нам кажутся странными, сверхъестественными. И только по прошествии какого-то большого времени, определенного иногда, в исторической даже иногда перспективе, нам становится понятно, почему события развивались так или так. И то не всегда. Написано, что все мы видим только в следующем мире через 120 лет. Поэтому нам объясняют всегда одну важную вещь, что небесный храм, который построен наверху, он соответствует храму в нижнем мире. И подразумевается, что главное все-таки для человека, не рассуждать, не искать какие-то мега, а строить храм внутренний, расположенный в сердце человека. Написано, построят они святилища, я буду пребывать среди них. То есть, как бы, человек должен понимать, что он является строителем. Все, что мы изучаем, мешкантом, скинию, там, все-все-все, что мы сейчас будем учить, это про тебя. Просто не все мы еще понимаем. И поэтому сегодня, когда определить, если можно, что у мира есть хозяин, а это основа основ, то мы можем понять и свою сверхзадачи. Скажите, в чем разница между человеком и скотиной? Когда скотина что-то хочет, она старается добраться до желаемого, даже если по пути наступнет, растопчет все вокруг, полмира. Человек, в отличие от него, способен, способен, не обязан, а способен иногда, к сожалению. Да, не всегда он это делает. Но он способен отказаться от исполнения своих желаний, чтобы не навредить другим. Более того, он даже способен лишиться какого-то удовольствия, чтобы помочь другому, порадовать его. Когда на земле больше добра, и каждый думает, чтобы вот так вот именно сделать, то все, никаких проблем не будет. И наоборот, вот и все, что Бог хочет от нас в этом мире. Сказали мудрецы, любой человек должен помнить, что на пути, которым он идет, он единственный в мире, и нет подобного ему. Ибо если бы уже был подобный, или будет, то нет смысла в его пребывании в этом мире. Каждый человек, который находится в мире, он послан, у него есть миссия, видит он или не видит, и пенсионер, и президент. Каждый является собой нечто новое в мире, и в этом мире он признан осуществить свое предназначение. И до тех пор, пока это не происходит, написано, вы или мы, или я, или ты, все задерживаем Ашехом. Не надо лазить, что у нас там внутри заложено. Нам ничего не надо придумывать. Новый мир не надо придумывать, новую религию не надо придумывать. Вот он мир, который создал Бог. Он самый правильный, самый идеальный для нас. Тот, который необходим нашей душе для исправления в этом мире. А то будет как в анекдоте, знаете, есть старый анекдот об американском еврее, который пришел к реформистскому Рэбе и говорит, сколько надо заплатить, чтобы быть Коином. Тот говорит, ну это невозможно, это там, ну я заплачу 10 тысяч. Ну 10 тысяч, давай. На следующий раз снова пришел Крабаев, принес 10 тысяч, получил справку, что он Коин. А перед тем, как выходить, Рэбе этот спрашивает, скажите, пожалуйста, а почему вы хотите заплатить такие деньги, чтобы стать Коином? Ведь это не дает вам никаких преимуществ. На что мужчина ему отвечает? Понимаете, мой прадед был Коином, мой дед был Коином, мой отец был Коином. Вот я подумал, почему мне не стать Коином? Надо, кто не понял, я объясню. Коин передается по наследству через отца. Поэтому надо знать свои корни, надо знать, откуда мы происходим. Но прежде всего надо знать, что Всевышний скрыл от нас будущее. Точно нам известно, что Бог не оставит свой народ. Точно нам известно, что он станет Эраха Машеха. Это нам обещано. Однако, когда это произойдет точно? И, по-видимому, зависит от нас. От нас, насколько мы пожелаем этого, насколько мы серьезно просим этого Бога, насколько мы сами работаем над очищением этого мира, а не только плачем, скулим и рассказываем, что нам тут не нравится, там не нравится, или если бы мы были Богом, как бы мы устроили этот мир. Он устроил его идеально, надо только в этом разобраться. Браха вы от слаха, всего самого-самого лучшего. Хорошей недели. Субтитры создавал DimaTorzok